Леночка И вот все заговорили о куклах, и старенькие, и молодые, и девочки, и все-все говорят о куклах, и в церкви, и дома. А почему? Потому что в церкви поставили две ёлки. На одной ёлке было написано «Вы получили даром». Эта ёлка была для деток воскресной школы. А вторая ёлка, на ней было написано «Даром давайте». На ней всё было то, что сделали детки воскресной школы, и повесили на эту ёлку. Они должны были это отнести в госпиталь, там, где были детки, лежали, которые, может быть, никогда не будут здоровыми, может быть, кто-то из них когда-то поправится. Но они были очень больные. И вот подарки были всякие разные. И на них были куклы. Предложили, чтобы кукол одели как можно красивее, всякие шёлковые, атласные, бархатные платьишки на них, и чтобы было красиво, и чтобы деткам было приятно их получить. И вот Леночка, она так прижимала к себе Эрику, говорила, нет, никогда, никогда я с тобой не расстанусь. И вдруг слышит разговор. Её старшая сестричка, Верочка, говорит «Ах, если бы была такая вот кукла красивая, как у нашей Леночки, в госпитале я видела одну девочку Машеньку, она никогда не будет ходить, даже одного шага никогда не сделает. Она такая несчастная, бедненькая, она сиротка, у неё никого нету, если бы ей подарить вот такую куклу». И Леночка ещё сильнее прижала Эрику и говорит «Нет, нет, Эрика, я с тобой не расстанусь, я тебя не дам, никому тебя не дам». А внутри какой-то голосок ей говорил «Леночка, ты что, жадная, что ли? Конечно же ты дашь, ведь Машенька, у неё никогда не было куклы, и она никогда не сможет ходить». А Леночка говорит «Нет, нет, я не отдам, я не отдам мою куколку, я её очень сильно люблю». А с ней никто не спорил, в комнате никого не было, она просто в сердечке, у неё такой голосок звучал. И она думает «Что же сделать?» Она взяла, понесла Эрику в комнату к себе, положила её в шкаф и закрыла на ключ, и думает «Всё, я про неё забуду, и всё». Ну, никак не могла забыть. Она тогда пошла к маме и говорит «Мама, вот если бы у тебя была маленькая лялечка, и кто-нибудь бы её захотел, ты бы её отдала?» Мама говорит «Ты что, Леночка, конечно бы не отдала!» «Мамочка, а ведь для девочек кукла – это то же самое, что для мамы маленькая лялечка». Мама говорит «А, вот ты про что!» «Нет, это совсем не одно и то же. Ты же знаешь, что кукла, она не живая, что её сделали дяди и тёпи, и что она просто похожа на человека, но она же не человек, она не живая. А лялечку? Нет, лялечку бы я, конечно же, не отдала бы. И никто из мам, наверное, не отдал бы». Вздохнула Леночка и пошла. Хотела, хотела, думала, думала. Потом думает «Пойду спрошу дядю Митю, ведь это дядя Митя мне подарил». Она приходит и говорит «Дядя Митя, вот скажите, пожалуйста, подарок можно другим отдавать или нет, если его тебе кто-то подарил?» Дядя Митя говорит «Ну, смотря какой подарок и смотря кому, если кто-то в нём очень нуждается, то, конечно, можно, это будет радостно тому, кто его отдаст». Бедная Леночка так опустила голову и думает «Что же мне делать? Все против меня». Вот она ходила, ходила. И Леночка вдруг вспомнила стишок, который был написан в церкви над ёлками. Этот стишок написан был золотыми буквами и висел на ниточках, так что ниточек не видно было, а слова были золотые и видны. И она вспомнила «Даром получили, даром давайте». Это же Господь сказал. «А я получила же даром, это же подарок. Эрика, милая, мне тебя так жалко, я тебя должна отдать». Она помолилась «Господи, наполни моё сердечко любовью и миром, чтобы я могла отдать Машеньке мою драгоценную Эрику». Она оделась, закуталась потеплее, потому что на улице холодно было, и пошла. А ещё она взяла сундучок, в сундучок положила всю одёжку Эрики и шёлковые платьишки, и положила Эрику туда и пошла. Она подходит к церкви, большая церковь, двери тяжёлые, большие и закрытые. Она знала, что там никого нету, но папа её был служителем, и у него был ключ. И она взяла этот большой железный ключ, подошла, отомкнула. В коридоре темно-темно, какой-то запах. Думаешь, что за запах? Она открыла другую дверь, и вдруг на неё дым клубом прямо. Она быстренько поставила свой стундучок и сразу закрыла двери. Она слышала, что если пожар, то двери нельзя открывать, потому что свежий воздух зайдёт, и сразу же пламя вспыхнет, и быстро всё сгорит. И она это запомнила. Она быстренько закрыла дверь и закрыла другую дверь, выскочила, кричит «Пожар! Пожар!». И вдруг услышал это мальчик, который проходил мимо, ему было 16 лет, Саша. И он как-то закричит «Пожар! Пожар!». Другие мальчишки услышали на углу и стали кричать «Пожар! Пожар!». И это случилось всё быстрее, чем я вам говорю. Весь город пришёл в движение, загудели машины, сирены, колокола забили, все люди побежали, воды, скорее, всё, и быстренько за полчаса потушили пожар. И церковь спасли, и она не сгорела. И пастор смотрит на Леночку и говорит, «Леночка, а лицо его чёрное было, закопчёное, руки чёрные, он обтирает пот, ещё больше размазывает грязь». И говорит, «Ты спасла нам церковь!». Она говорит, «Это не я, это Эрика сделала!» И плачет, она так переволновалась сильно. И тогда пастор говорит, «Хорошо». И вот вечером, когда все собрались, на ёлке висела красивая кукла, точно такая же, как Эрика, только её звали Ангелина. И она была предназначена для Машеньки. А на другой ёлке висела кукла Эрика. И у неё была такая табличка, и написано, «За доблестную службу, за то, что ты спасла нам церковь, мы возвращаем тебя твоей мамочке Леночке навсегда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова